Валерия Володина Валерия Володина Заболевание начинается, как обычная простуда, как правило, с повышения температуры тела, насморка, боли в горле, могут быть проявления конъюнктивита, у больного могут быть ощущения песка в глазах, светобоязнь. В дальнейшем, где-то на 3-5 день от начала болезни появляется сыпь. Сначала она появляется за ушами, по линии роста волос на лице и в течение нескольких дней ползет вниз. А существует какое-то специфическое лечение этой болезни? Ну, к сожалению, на сегодняшний день специфического лечения кори не разработано. Все, что мы можем сделать в этой ситуации, это использовать симптоматическую терапию, то есть стараться уменьшить симптомы этого заболевания, облегчить состояние пациента. Не разработано в Украине или вообще? Нет, во всем мире. И лечение не разработано, есть только профилактика. А случаи осложнения есть какие-то? Конечно, это заболевание очень часто протекает, довольно-таки часто протекает с осложнениями. Чаще всего это бронхит, пневмония, это где-то 12-15% в случаях. В одном случае на миллион, в одном-двух случаях на миллион мы можем встретиться с таким осложнением, как энцефалит. Это воспаление головного мозга, очень тяжелое осложнение, которое может, к сожалению, закончиться летально. А есть какая-то разница между тем, как болеют дети и взрослые? Да, такая разница существует. Как правило, взрослые болеют гораздо сложнее, у них чаще вероятность того, что развиваются какие-то осложнения. У детей? Дети легче переносят эту инфекцию, но тоже бывают различные осложнения у детей. Дети тоже не застрахованы от того, что заболевание у них будет протекать благоприятно. А как передается? Передается воздушно-капельным путем при контакте с больным. Особенность кори в том, что это очень высококонтагиозное заболевание. То есть, если человек не был вакцинирован и не болел до этого кори и проконтактировал с больным с корием, практически 100% вероятность того, что он заболеет. Более того, описаны даже ситуации, когда необязательный прямой контакт с больным. В течение нескольких часов в помещении, где находился пациент с корием, вирус может сохраняться. И если в течение этих нескольких часов туда зайдет другой человек, он может тоже заболеть корием. Вы говорите о том, что мы не говорим о эпидемии, что это вспышка. Когда в Украине была последняя вспышка? Последняя вспышка в Украине наблюдалась в 2012 году. Тогда заболело порядка 13 тысяч человек. А сейчас какие показатели уже можно озвучить? По Одесской области это тысячи, может быть, чуть-чуть больше, чем тысячи. На ваш взгляд, основная причина роста заболеваемости в чем? Основная причина, известная, это, конечно же, отказ от вакцинации. Почему все-таки родители отказываются от вакцинации, если мы говорим о детях? Дело в том, что в Украине очень активно развито антивакцинальное движение. Очень много родителей считают, что вакцинация может быть вредна, что возможны различные осложнения. Это не соответствует действительности. Очень много мифов есть. С другой стороны, работают различные разъяснительные организации, которые занимаются популяризацией вакцинации. Самые из них известны – это батьки за вакцинацию, например, или вакцинуемость ведома. Многие врачи выступают с призывами о вакцинации. Но, видимо, информации достоверной, в положительном русле. Ее недостаточно, я так полагаю. Ну, а какие вакцины существуют сегодня в Украине, в Одессе, в Одесской области? В Украине сегодня существует одна единственная вакцина от кори. Это трехкомпонентная вакцина. То есть это не только вакцина от кори, но и от краснухи и эпидпаратита. Называется она «Приорикс», она бельгийского производства. Других вакцин в Украине нет вообще. Потому что часто очень приходится слышать мнение, тоже одно из заблуждений, что вакцина индийская, что она плохо переносится. Абсолютно не так. На самом деле эта вакцина прекрасного качества практически не вызывает никогда никаких побочных эффектов. Почему все-таки тогда возникает вот такое движение людей, которые против вакцин выступают? Неужели это действительно беспочвенно? Понимаете, честно говоря, у меня вообще эта ситуация вызывает, мягко говоря, удивление. Такое явление наблюдается, как информационный коллапс или информационный вакуум. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Допустим, еще летом есть такая организация CDC. Это организация американская, которая контролирует заболеваемость различными инфекциями. Вот еще летом они на своем сайте официальном написали, что в Украине вспышка кори. И если вы планируете поездку в Украину, убедитесь в том, что вы вакцинированы, что вы защищены от этого заболевания. И если вдруг вы не защищены, обязательно сделайте прививку. На сайте ОСИП, это тоже огромная международная организация, которая занимается проблемами вакцинациями по всему миру. То же самое, та же информация прошла. То есть получается, что весь мир знает о вспышке кори в Украине, предупреждает своих граждан о ней. А в Украине люди как-то очень плохо информированы по этому поводу. И у нас очень распространены различные мифы, которые передаются из уст в уста. Люди не читают достоверные источники, не верят врачам, не верят в медицине, наверное, в общем. И вот результат этого мы имеем на сегодняшний день вспышку. Все равно, наверное, все-таки существовали случаи, когда вакцины приносили вред. Я не говорю в данном случае об этой вакцине, но, наверное, это все-таки не беспочвенные разговоры. Вы знаете, самый такой яркий пример мифа о вакцинации – это связь вакцинации. В частности, сейчас речь идет о вакцинации КПК, то есть кори краснух аппаратит с аутизмом. Я думаю, что об этом все слышали, это на слуху, многие об этом говорят. Впервые это сообщение прозвучало в 90-х еще годах в журнале британском Lancet. Это очень достаточно такое авторитетное издание. Британский ученый разместил там эту публикацию. Дело в том, что спустя очень короткий промежуток времени его работа была признана фальсификацией. Он сам в этом признался. Он получил большое количество денег от родителей с аутизмом для того, чтобы те, в свою очередь, выиграли суды. После вакцинации получили денежную компенсацию. После этого было проведено масса исследований, которые доказали, что не существует никакой связи между аутизмом и вакцинацией против кори краснухи аппаратита. Но миф прижился. Люди услышали это. И все дальнейшие разговоры о том, что этот миф развенчан, как-то ушли в небытие. Вы говорите о том, что у нас люди плохо информированы. А чья это вина? Министерство здравоохранения. Это сложный вопрос, чья это вина. Потому что, на самом деле, компания по популяризации вакцинации достаточно активно ведется. Я еще Комаровский начал очень активно и продолжать по сегодняшний день. И организации есть общественные, которые этим занимаются. Но, наверное, баланс между неверной информацией и верной информацией, наверное, он все-таки перекошен в сторону неверной информации. Поэтому очень важно как можно чаще напоминать людям все-таки о том, что вакцинация абсолютно безопасна. И этому есть масса подтверждений. На ваш взгляд, каким образом можно напоминать об этом людям? Какие-то лекции для родителей? Что? Что можно делать? Вакцинация для родителей, конечно. В первую очередь, разъяснительную работу должен вести врач-педиатр. Это тот человек, с которым родители сталкиваются впервые после рождения ребенка. Если врач-педиатр грамотно подойдет к этому вопросу, аргументированно объяснит родителям, почему вакцины безопасны, почему эти все мифы недостоверны, почему эта информация лживая, то это уже будет большой шаг и прогресс в эту сторону. Конечно, средства массовой информации играют уже значительно, если не сказать наибольшую роль в популяризации вакцинации. Печатные издания и так далее. На самом деле, очень много источников информации достоверных, из которых можно почерпнуть эти данные. Но не всегда люди хотят вникать. Гораздо проще услышать мнение соседки, знакомой, а вот я слышала, вот там такое произошло. И мало кому придет в голову перепроверить эту информацию, зайти на достоверные источники. К сожалению, достоверные источники, как правило, на английском языке. Потому что все, что касается доказательной базы, доказательной медицины, то, к чему мы стремимся, о чем мы очень много говорим в последнее время, то есть это когда любое утверждение должно быть чем-то обоснованно и подтверждено многочисленными клиническими испытаниями. Не одним случаем, который с кем-то случился, а исследованиями, в которых принимают участие сотни тысяч человек. И вот все эти исследования, они опубликованы на английском языке. То есть помимо того, что нужно знать, где найти эту информацию, нужно еще обладать языковыми навыками. К сожалению, наверное, среди наших людей мы еще не достигли такого уровня образования, чтобы было легко вот так иметь доступ к этой информации. Вы говорите, что разъяснительную работу должен вести врач-педиатр. Тогда возникает вопрос, все ли врачи-педиатры являются сторонниками вакцинации? К сожалению, нет. Мне бы хотелось очень верить и сказать вам сейчас, что да, все врачи-педиатры сторонники вакцинации. К сожалению, это не так. Наверное, это связано все-таки с уровнем квалификации, потому что, опять-таки, возвращаясь к моим предыдущим словам, для того, чтобы обладать достоверной информацией, нужно иметь возможность читать ее в оригинале. Оригинал — это английский язык, это международный язык, который используется для исследований, которые проведены где угодно. С другой стороны, еще бы очень хотелось мне сказать о политике государства, потому что политика государства в плане вакцинации все-таки, с моей точки зрения, должна быть жестче. Если мы обратимся к опыту других стран, таких, допустим, как Германия, вот в Германии родители, которые отказались от вакцинации, должны будут заплатить штраф 2,5 тысячи евро. В Италии штрафы доходят до 7,5 тысячи евро. Во Франции буквально принят был закон, который вступит в силу с 2018 года, о том, что дети, не вакцинированные от кори, не имеют права посещать учебные заведения. У нас тоже, вроде бы, такие меры уже предприняты? Нет, у нас нет таких мер. У нас есть закон, 15-я глава закона Украины о предотвращении распространения инфекционных заболеваний, где написано, что ребенок не привит и не может поступить в школу. Но здесь возникает масса нюансов, противоречий, потому что есть, с другой стороны, закон о доступности образования для всех детей. И поэтому, конечно, какие-то правовые коллизии мешают внедрению вот таких вот более жестких мер. Если все-таки возвращаться к вакцинации, ее достаточно в Одессе, в Одесской области? В Одессе абсолютно достаточное количество вакцины, предусмотренное для всех детей, которым эта вакцина показана. Причем она бесплатная. В любой детской поликлинике, в которой прикреплен ребенок, родители могут обратиться туда, и ребенок будет вакцинирован бельгийской, высококачественной вакциной, абсолютно бесплатной. А если говорить о взрослых, существует необходимость сегодня вакцинации и взрослых? Это очень интересный вопрос. Наверное, это надо отдельную передачу снимать о вакцинации взрослых. Дело в том, что во всем мире стратегия всего мира по поводу вакцинации взрослых, опять-таки возвращаясь к доказательной медицине, как это делается в цивилизованном мире. Считается, что если взрослый человек в детстве получил две вакцины от кори, а вакцинация вообще производится дважды, в 12 месяцев и в 6 лет, то такой человек считается защищенным на всю жизнь. Больше к нему никаких мер предпринимать не нужно. Это вот в цивилизованном мире так происходит. Если говорить о наших реалиях, то, как происходит в Украине, вакцинация от кори начала производиться в 1967 году впервые. И до 1990 года была внедрена только одна вакцина от кори. Одной вакцины недостаточно. Для того, чтобы человек был защищен, он должен получить вакцинацию дважды. С другой стороны, возникает масса вопросов по поводу того, была ли эта вакцина качественная в тех годах, о которых я говорю, вот с 1967 по 1990 года, соблюдалась ли холодовая цепь. Это очень важно. Условия хранения. Условия хранения, да. Это очень важно, потому что если условия хранения нарушены, вакцина просто не срабатывает. Она не помогает выработать антитела. Таким образом, у нас этот вопрос остается открытым. Я считаю, что определенные контингенты риска среди взрослых людей нуждаются в вакцинации. Но это мое личное мнение. Оно не согласуется с нашим законодательством. Хотя у нас в законе, в нормативной базе, что касается вакцинации, написано, что если взрослый человек не получил полный курс вакцинации от кори, он может его получить. Спасибо большое за то, что пришли к нам в студию. Я напоминаю, что у нас в гостях был врач-инфекционист Наталья Жураковская. Меня зовут Валерия Володина. До встречи на репортере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова